Нам сегодня нужно было в дилерскую. Мы записывались на Appointment, но въехать невозможно. Ужасный ливень. Хайвей вообще весь стоит. И, короче говоря, мы съехали в ближайший Таргет, чтобы пошопиться. Мы обещали Мишельке купить Монополию. Вот, потому что ехать невозможно. На нашу appointment мы сегодня опоздаем, но вообще не поедем, потому что там такой ливень, что даже из машины выйти, в принципе, невозможно. Вот, решили погулять по Таргету, показать вам что-то, как тут готовиться к празднику. Начнем с полочки с конфетами. Дети их обожают, конечно, эти полки перед халаймом. Все наши соседи, все затариваются, и не только дети, все соседи затариваются вот такими мешками с конфетами, потому что все знают, что 31-го к ним придет куча детей с пациентуркой. Которая, помнишь, подарок нам приносила собака, она спросила, кем мы будем на Хэллоуин, она сказала, что Аэми, это так зовут ее собаку, будет львом. Да, американцы тут любят этот шабаш. Да. Так, вот, здесь все для приготовления тортов, десертов в этом стиле. Я даже на бэку с размера ничего не найду. Да нет, при желании, конечно, найти можно. Да, я и шлейку не могу найти уже сколько времени. Здесь всякие для украшения стола, интерьера, вот такие вот кольца. Их тоже деткам раздают. Черепа, пауки. Вот, это все конфеты, как вы видите. Мне напоминает корм для собак в таких же огроменных мешках. Это просто, конечно, отрава, по-другому не назовешь, но... Традишн есть традишн, как говорится. Вот, сможете видеть, все Хэллоуин Эдишн, все в оранжево-черном стиле. Даже напитки, сырные палочки, шарики, вот они даже в таких банках. Соки в таких, чипсы, все, в общем, в хэллоуинских упаковках. Все абсолютно. Вот, чупа-чупсы, мешок с чупа-чипсами. Короче говоря, готовятся основательно. Вот, уши, вы можете видеть, ухо карамельное, глаз. И что там еще, лапы динозавров? Нет, это палец чей-то отрублен. Круп. Кош на мой. Вот, пряники, печеньки. Такого плана. Ну, что-то они страшные, какие-то такие. Ну, ничего, они же холлунские, должны быть страшные. Нет, я ее иду пока. Вот. Такие. Ну, я думаю, что они невкусные, не знаю. Не мешают, они как-то... Не вызывают аппетит, так скажем. Господи, это все по-прежнему конфеты. А вот проектора, которые на дом включаются. Так, мы переходим плавно к украшениям на дом. Сегодня хотели только покатать вас по нашему комьюнити, если в сумерках это надо делать. Вот эти проектора устанавливаются перед домом. И вот эти вот картинки проецируются на дом, огромного-огромного размера. Так, next. Вот, что-то еще. Такие у соседей. Только черные, конечно. Плафья. Это классно, да? Это на камере не видно, но... Очень классно, да? Вот, вот это первое тоже оно классное, с разноцветными. Так, где на них цены будем озвучивать вам, если... Вот еще стоят проектора. Это привидения, черепа. Вот эти по 20 долларов. Ну, на самом деле, вполне такая себе подъемная цена. Абсолютно. А, смотри, какой дракон. Мы еще не украшали. Мы тоже хотим кое-что добавить в нашу коллекцию, обновить. Ну, как бы, ради детей приходится это все делать, украшать. Я сама, может быть, тоже не в восторге, но дети любят этот праздник. Ну, и все, что есть традиции, что... Да, есть правило, что если мы дом не наряжем, к тебе, по большому счету, ну, не должен никто прийти за конфетами. Да. Негласное такое правило. Я бы сказала, у нас тоже дома есть такие тыквы, да, дочь? Да, у нас дома такие. Тройные. С прошлого года. Да, ну, вот. Каждый год обычно что-то добавляешь. А в результате каждый год у тебя... Ой, вот эти глаза мы видели в прошлом году. Они классно смотрятся на доме. Как они стоят? Они... 30? Нет. 20. Они обалденно смотрятся. Они огромные. Мам, смотри, какой Микки Маус. Макару понравится. Но Миньон, Миньоны соседи заняли. Мы не можем уже сделать такое. Да, у соседей стоит Миньон. Ну, вот эти глаза, они просто класс смотрятся. Когда идешь, они на окнах наклеены, ночью горят. Это очень круто. Этот Микки Маус, конечно, был для меня. Макарушка у нас тащится. Миньон подходит, потому что Макар просто по ним тащится. Ну, Миньона уже как-то... Вот, посмотрите, в полный рост. Вот такие вот инсталляции стоят везде. Дому? Красавиа. Давай. Вот примерно Лера. И вот этот товарищ. Вот мы гуляем ночами. Это все прямо очень впечатляюще. Так, здесь вот у нас столы. Это подсвечечки на уже стол. Это тоже подсвечки. Подсвечники такие шикарные. Будь здорово. О, боже, ты яйцо потеряла. Снеслась, курочка. Здесь вот такие скелеты. Ты опять яйцо потеряла. Поступишь. Это скелет летучей мыши. Это скелет большой летучей мыши. Это таксы. Сейчас, сейчас. Отстал аккуратно. Кошка сильно идет. Это скелет кошки. Есть еще вот в таком исполнении. Короче говоря, жуетка очень страшно. И есть вот в таком еще исполнении. Кошка в прыжке. Ты до этого тоже сам обгадала. А, да? Да. Sorry. Есть они же побольше. Собачки, кошки. Короче, чего только нет. Еще особый пунктик. Это ведро для конфет. Оно так же, как на Пасху. У них специальные ведерки. Разные дизайны. И детки с этими ведерками ходят. И собирают конфетки по соседям. Так, а здесь что? Это, Марина, подожди, что-то такие, не помню. Нет. Что это такое вообще? А, этот набор тыквы украшать. Пока до меня дойдет. Кошка спойду. Это делать подделки с тыквой. Вот это все тоже для карвинга вырезать. Вот это зубы для тыквы. О, мне такие купить и сделать нормально. И ничего не надо ремонтировать. Вот такие можно вырезать. Тыквы мы, наверное, в этом году тоже попробовали. Ну, как-то делали с девчонками. Это интересно на самом деле. Ну, они не дожили до Хайлоуина. Да, вот эти вот свечечки классно в тыквы вставлять. Они очень яркие. Глаза для тыквы. Краска. Наклейки. Вот такие тыковки получаются. Вот единорог. Ведьма. Лер, тебе кто больше всего нравится? Мне ведьма. Ведьма. А Макасик будет, мне кажется, интересно вот это. Мне не нравится. Ну, что-то он, знаешь, непродуманный какой-то. Вот кошка и то класснее. Смотри. Хотя Макару, я думаю, наверное, вот такой он купил. Да, это тоже круто. Паук такой обалденный. Так, дальше что у нас тут? Ну, это наклейки. Это все дома хорошо. Стикеры, наклейки. Стикеры, да. Вот это вот коврики. Такого плана основной вздерки. Вот. Теперь посмотрим всякие отношения. Так, сейчас обойдем. Там пока люди стоят. О, что еще не схода мне. Это другие там. Да, сейчас. А, да? Он такой классный. По кассетой на ней написано с ним ходишь. Класс. Так, этот товарищ... О, боже. Надо нажать куда-то. Так. О, боже. Нужно взять, получается, с телефона. Угу. Угу. Позвонишь, импорт хватит точно. Вот это для деток поделки? Нет, это не поделки. А, нет, это готовые. А мы в прошлом году такие с тобой увидели, да? Да, люди, да. А, картонные были. Да. Так, давай тут проверим, это что? Look behind you. Ой, это как в прошлом году. В прошлом году такой с глазом не было, Влад. Угу. Это что, просто механический? Ой, нас уже избаловали интересности, пойдем там впереди посмотрим. А, стой. Думаешь, там что-то есть? И она, open me. Просто готовьтесь. Пойдем. Так, вот эту посмотрим. Какая здесь. Какие звуки. Так, смотрим дальше. Кошечка. Обалдеть. Помнишь, я в видео говорила, что я буду химить? Ты же это помнишь, да? Да. Николь через несколько дней пришла и мне сказала, я думаю, что я хочу быть хиппи. Да, да, я знаю. No, no, no. Я тут тебя перебил, диджей, дочь, подожди. Так круто вообще. Эй, чувак, ты тут сколько сотен лет стоишь? Круто. Но я не знаю, что я его ставлю. Ну, мы с тобой про корабль не знали, куда его ставить, а соседи его благополучно воткнули. Так, что там насчет хиппи? У тебя забрали этот костюм? Ага, сейчас. Так, ты отвоевала его? Вообще, мы решили, что мы будем сейчас в хиппи. А, да? Здесь просто горят они. Чувак музыкально попался. А что вы не танцуете в самый цвет благополучия? Я и говорю в самый цвет благополучия. Сейчас, подожди, я еще сфинкса посмотрю. Эй, а что ты ничего не делаешь? Должен загораться. Ну вот, кто его уже сломал? О, господи. Могильный плитающий поет. Боги. Этот явно хочет мне понравиться. Играет бесконечно. Трудолюбивый чувак. Что меня Лерка кричит аж отсюда. Что случилось? О, боже. Олаф. Ну, это все большое ей дочь. Стой, подожди. С, С, С. Даже вот это? Ты успеешь заказать на сайте, и с быстрой доставкой все придет. Выберешь свой размер. Классно, конечно. В общем, вон она такая маленькая. Класс полно всего, конечно. Смотри, какие плащи в этом году классные. Вархатные такие классные. Ты спрашивала, кто хочет быть мишей? Нет, не спрашивала еще. Ну, видите, какой классный плащ. Обычно они такие шелковые, дешевенькие, а эти прям в этом году классные. Линейку завезли. Представляю этого жирафа в деле. Лер? Макара, какой-нибудь джедай надо. Мама, нам еще сегодня нужно завезнуть $3 и купить здесь Лешу шарик и цубой. А, ну да. Надо не забыть. Сейчас заедем. Главное, дочь бы устаканила с собой, а то, блин, кошмар, что на улице творится. Я вам покажу, если он еще не успокоился, это ужас, что творится. Мама, может, сделаем из Мишели Кермиона Грэнджа? Можно. Смотри, Лол есть в платье. Ну, Лол я не хочу, а вот Гермиона Грэнджа, мне кажется, ей прям пойдет. У нее сейчас и челочка такая. Да, но я не вижу такого костюма. Надо будет самим собирать. А? Парики. Что, все? Мы тут покажем вам, что мы закупились. Мы купили киндеры для детей и вот такую монополию. Сейчас дожди, вся неделя будет какая-то дождливая, и девчонки хотят Мишельку научить играть в монополию. Короче говоря, попросили купить. Далер. Вот. Ну, все, идем домой. Сейчас, сейчас. О, здесь еще для комнаты, я вам покажу, проектора. Три-по-трит. Вот такая мышь. Так. Такие черепушки. Круто, да. Угу, очень круто. Но она любит такой стиль. Она мультик этот очень хорошо, это знает хорошо. Не мультик, а не Акина. Мне кажется, ей очень пойдет. Да, давай. Ну, что, все, поедем? Да. Вот посмотрите, что на улице творится. Время 4 часа дня. Такое ощущение, уже как будто глубокий вечер, вообще ничего не видно. Просто караул. Дождь. Кстати, только включили камеру, и он уменьшился, да? Только что отворники буквально не успевали. Сейчас впереди, походу, будет такая опять зона. Вот он усиливается, мне кажется. Ну, прям боится камер, блядь. Давай ее не выключать. Вот такая у нас погода сегодня. Она испортила нам сегодня все планы, абсолютно. Мы должны были сегодня побывать в Нотариуса, в Трилевской. В общем, просто в детском саду. Да, мы хотели заехать, значит, Макара узнать. Просто все планы коту под хвост из-за этой погоды. Просто нереально. Абсолютно дурацкая погода. Завтра обещает быть такой же. Поэтому мы сегодня, глядя на наши сплоченные планы, проехали, купили. Пополнили, короче говоря, запас моющих средств. И собираемся завтра заняться полезным для дома делами. Раз уж погода нас так подвела. Посмотрите на это небо. Это просто какое-то пушное. Ну ничего, будем бороться с соседней хандрой таким способом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!